Человек, которого сейчас вы видите, это лицо нашего музыкального мира, в Европе. Человек, который выступал во Франции, в Германии. В Польше? Тяновой дед выступал там? Да. А что там есть? Да. Дмитрий Юрков, дорогие друзья, один из самых интересных авторов и исполнителей. Его нельзя назвать этому, я просто музыкант. Мне приятно, что это тоже военный, это наш человек. Дмитрий Юрков. Миш, я призываю тебе с днем рождения. Я желаю тебе, прежде всего, не устать от жизни, остаться зорким, находить темы, и, как сказать, распределять нагрузку. Наверняка мы все знаем Мишу, его характер. Да, он, с одной стороны, будет приезжать вечно, но, с другой стороны, на следующее утро, когда еще все, не то что не в адеквате, но еще всем тяжело. Он захватит кучу, как бы, этих аксессуаров, которые весят немало, обвешает своими всеми. И вот, чтобы ему помочь, на самом деле, нужно идти на обережение. Он не пропускает никого. Нужно идти на обережение, он при этом говорит, «Да ладно, брат, иди катайся, я сейчас сам пойду, нужно как бы». Таков Миша. И поэтому сегодня, Миша, мы тебе решили отомстить за это, поставить тебе на вид. Вообще, друзья, мы все понимаем, что рано или поздно каждый мужчина попадает в эпоху известного музыкального матча группы «Чаев» Аргентина и «Ямайка». Начинается это с известного счета 5-0, а потом «Ямайка» начинает откридываться. Мы, конечно, не хотим, чтобы «Ямайка» забывала дады голой, но со временем не поспоришь. Поэтому мы сегодня… От фрага Миша сядь ты уже. Сядь сядь. У нас есть такая грубовая, в хорошем смысле, история. Четверговская ветка на Бортальске. И мы приготовили Миши подарки, и творческие в том числе. Но для этого он здесь присутствовал. – А куда он убежал? – Час. – Куда? Он пошел в студию и разговаривает. Сейчас охренеть, что с «Ямайкой» происходит. Поэтому, друзья, сегодня «Ямайка» забила гол, который все-таки уже за ничью перевалил. «Ямайка» повела 6-5. Ну, а в раскладе «Ямайка» – это, конечно же, 5-6. И я на сцену приглашаю Екатерину Калинкину и Сергея Буравлева. – Пошли, бери. – Да. – Пошли. – В радиоэфире Катя Бутгария и Курчик. – АПЛОДИСМЕНТЫ – АПЛОДИСМЕНТЫ – Ладно, мы это сначала споем, да? Короче, друзья, вот тоже там это, подключайтесь как-нибудь. Я думаю, у нас будет побольше. На день рождения, как известно, приходят те, кто не забыл. Я, к своему греху, не забыл это, вернее вспомнил тут сегодня утром. У меня было традиционное количество времени, чтобы приготовить Мишу подарок, мотив Катя Юрий Гальцев «Ух ты! Мы вышли из бухты». Посвящается Михаилу Калинкину и мачо «Аргентина» «Ух ты!» Мы вышли из бухты, лужи по пояс, язык на плече, морковка, клубника, овощи, фрукты, бесполезная рифма от фракции «Ч». На Киевке пробка, фигачем поминки, конечная точка, гнездо в малый зал. «Ух ты!» Сидели бы дома, но Миша Калинкин – дело святое. «Тарапутин сказал!» Ох, ёлки, в руках две колонки, на шее гитара, рюкзак на горбу. Из-под мышек торчат микрофонные стойки, Ванька на шее и гагарда на лбу. Снизу двел лыжи, в лыжах ботинки, В ботинках афиши за пазухой пуль. Тут верблюд поспалился, но Миша Калинкин Спустится с мира за десять минут. Вопля, слюни не сопли, Водка не ссала, коньяк не яйцо, Гнезд снегрю горят, Разлетаются вопли из уст не вполне адекватных бойцов. И пускай Аргентине Защитник Ямарьки Забился штрафного шестой няч подряд. Калинкин, он пофиг, Он в ластах и вайке, Восплавит любой пионерский отряд. Калинкин, он пофиг, Он в ластах и вайке, Восплавит любой пионерский отряд. Калинкин, он пофиг, Он в ластах и вайке, Восплавит любой пионерский отряд. Миша, я тебе дарю струны, эликсир. Надеюсь, что они тебя сподвигнут на творческие подвиги. Да, бурчик сейчас будет от фракции, чья речь торжественно произносить. Но я буду пить. Дорогой Миша, мы тебя очень любим. Счастья тебе с котенькой. И еще детишков. И не путаться в проводах. Вот это тебе для них. Спасибо. Горька, а второй есть? Горька! Мы сегодня будем делать дальше. Правильно чистоте. Спасибо. 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 Ты что-нибудь еще споешь? Да. Ты даже можешь это... Номинация за газня. Свет. 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 Не является он к нам, не кричит, вот и я, Бог. Ты все ищешь его там, а он спит у твоих ног. Всяк из нас на земле гвоздь, неизменно вещей суть. Он бы мог предложить гвоздь, но взамен проложил путь и придумал в душе тест. Где по замыслу ты, царь, и если совесть в тебе есть, ты как минимум не тварь, одинок ему брат. И спешит он сказать нам, даже если нет враг, обязательно есть храм. Обязательно есть дверь, за которой норит счет. Бог у каждого свой, верь, он грустит, он тебя ждет. Если встреча настал срок, я бы в рост перед ним стал, я бы Богу сказал, Богу. Не грусти, ты ж всегда знал, сотворение мы, да, повторение мы, нет. Оттого и манит, да, для того и горит свет. Сотворение мы, да, повторение мы, нет. Оттого и манит, да, для того и горит свет. Для того и горит свет. Для того и горит свет. На мажоре закончить. Крайний окон мажор. Мажор, не, мажор, мажор. Это мажор. Это сыр. Это сыр. Ну ладно, извини. Молчи. Спасибо. Дорогие друзья, Дмитрий Верхов это вот гений, понимаете. Потому что сейчас, да, да, да. Потому что у него нет каких-то связей в министерстве культуры, и пихает в задницу, он все делает сам на зубах. И делает очень хорошо. Вот. Все сказал. Дорогие друзья, следующий год, видимо, концерт в Кремле будет проходить при его участии. Я вас всех лучше туда приглашаю. Ну ладно. Ну ладно. Ну иди сюда. Сейчас я в горе вернусь. Мне уже все. 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 Еду. А мы с сентября начинали. Все. Все. Уже началось видео. Апрельский портень, лавочки убая, вокруг царит привычная бессмерчность. В готические шпили Кобутаев пронзают очарованную вечность. Здесь каждый тот, кем был когда-то прежде. Без статусов, без рангов, без регалий. Ребенок. Без восторга и надежды. С душой и без кокетства. В печали. На горячий гет белой манной загорает снег. После вьюги у горячий гет выгод крут, А на северах лишних нет. Под корольчики на поляне верные друзья. И подруги в маленьком кафе шумно ждут, Что в конце концов включат свет. Луча безумного рассвета Кивают гордые вершины. Очарование чекета Необъяснимо. Здесь у вопросов есть ответы. А для печали нет причин. Заболевание чекетом Неизлечимо. На горячий гет спят лавины, А Глинтвейн в Ай лучший в мире. За спиной Эльбрус, как верблюд, Терпеливо ждет все врагов. Но нельзя здесь на половину, И нельзя здесь спать. В середине горы чекет, Норов груд и хитры ледра северов. Но с засыпания до рассвета Необъяснимо. Безумные гордые вершины, Очарование чекета Необъяснимо. Вопрос не ссорится с ответом. А всяк юнец уже мужчина, Заболевание чекетом. Неизлечимо. Неизлечимо. От горы чекет А на земерах вновь народ И каждою весной Без подсказки плюнув на дела И квартиру по уши в долгах, Как жальной. Я беру билет до минут, Где опьяненные рассветом Кивают гордые вершины. Очарование чекета Непогрешимо. Я не открою вам секрета. Нас всех роднит одна причина. Заболевание чекетом Неизлечимо. Заболевание чекетом. Неизлечимо. Заболевание чекетом. Заболевание чекетом. Заболевание чекетом. Заболевание. Заболевание чекетом. Спасибо большое. Я хочу такой музыкальный тос. Все-таки хотел бы тебе, чтобы твоя логистика, она немножко разгрузила тебя для творчества. Теперь да. Чтобы, конечно, мы все зависимы, мы на первое место ставим свои семьи, которые нужно кормить, зарабатывать деньги. Размышляя о деньгах, когда приходишь с возрастом круга, то что самая великая ценность, которую могут дать деньги и их количество, это количество освобожденного времени, в данном случае для творчества. Поэтому я отжимаю звук вверх. Вот изменился, и песня, которую я хочу отрисовать сегодня, Миша, тебе, она называется «Слово», которое нам, шизофреникам, достается сейчас непросто, хотя стоя на сцене это выглядит элементарно. Но, ребят, мы на это отладим в жизнь, и я лично от этого поиска вечно очень чувствую себя счастливым человеком. Как, наверное, и любой человек, который отдает дань нашему великому русскому могучему языку. Ну, конечно, мы не представляемся из себя технологиям, они берут свое, но хотелось бы, чтобы и наши праздники общались не только на языке смайликов и сокращенных полуэпитетов, полуслов, а умели разговаривать на нашем русском языке. Здесь называется «Слово». Я слез не прогоню прочь, и кровь не проронив, В слух, пусть вечности длинней ночь укутает меня, как в плед. Друг, на дальнем берегу строг, я бережно зажгу свет, пусть главное без слов Бог не в жалости его нужды нет. Пока во мне, воей войне хватает силы не разрыскать огня, Господи, не напомилуй, не исцели, не пощади меня, оставь мне тугой рассветную. И пусть к причалу слов меня ведет заветная шепотов твоих колоколов. Молодец золотых нот, украдкой постучат в грудь, я на воду спущу плод, и каждого из них возьму в путь. И радуги сплетут мост, и сердце зазвучит вдруг. И месяц, проник в трост, рассыплется на сто святых мук. Мук пока во мне, воей войне хватает силы не разрыскать огня, Господи, не допомилуй, не исцели, не пощади меня. Оставь мне тугой рассветную, и пусть к началу слов. А мне горит заветная золото твоих льняных куполов. Я слез не прогоню прочь, и гроз не проронив вслух. Пусть вечности длинней ночи укутает меня, как в бред, в тумбле. Пусть вечности длинней ночи укутает меня, как в тумбле. Вечный источник человеческого оптимизма, и наверняка будет скрытый краеугольниками национальной идеи, которую мы очень последние 2 лет не можем так сформулировать. Песня называется «Немчики» или «Норожная история». Как-то между Киевом и Минском, там, где сосны трусам облака, Ехали немецкие туристы, попросились выпить молока, Маяли сиреневые дали, и казался выходкой ответа. Ах, немчики, мы ж с вами воевали, Кушайте любовь и совет. Дверь, погасившись из пушки, Отворили радостно дыжа. Маленькая русская старушка И большая русская душа Денег не взяла и погравея, Ласково прихмуривая бровь, Вскрикнула «Вы ж нас не одолели, Пейте так, совету да любовь». Немчики, вы ж нас не одолели, Пейте так, совету да любовь. Налетела песня мудалая, И ветра сменили свой маршрут. Немчики, я ж с вами воевала, А с потерпевших денег не берут. И ее в растуженные руки Бережно крестили сорванцов. Немчики, вы ж мне почти как внуки И прикрыла пальцами лицо. Немчики, вы ж мне почти как внуки И прикрыла пальцами лицо. А потом, до самого рассвета, Под луной, сверкающей в реке, Спорили и пели две планеты На таком понятном языке. Сцена откровений и прощания Стала покрашением кино. Немчики, родные, до свидания, Бог прости, А я уже давно. Немчики, мы ж с вами воевали, Бог прости, А я уже давно. Давай, 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 давай. Аргентина и Майка 5-6, Михаил Каленкин в строю. И перерыв. Ему вообще пофигу этот футбольный счет, посмотрите. Уважаемые зрители, вам хуже всего. Вы должны сидеть и нас слушать. У меня конкретный вопрос. Делаем перерыв. Катя, делаем перерыв. Товарищи, вы улыбаетесь. Вы улыбаетесь. Вы улыбаетесь. Вы улыбаетесь. Да, делаем перерыв, да? Как скажешь. Давайте. Давайте перерыв. Давайте тогда. Сейчас без пятнадцати.